Вон пузыри всё. Здесь начал ламинат, видите, расщалкиваться. Там в кухне всё позалито. Лидия Добролинская уже четвёртый день не расстаётся с вёдрами и тряпкой. Это неприятное приложение к долгожданному счастью. В этом году в её доме начали делать капитальный ремонт крыши. Воскресный ливень дом встретил без кровли, вода затопила все этажи с первого по пятый. Сегодняшний дождь тоже проходит дом насквозь, не встречая преграды. Дождь шёл прямо вот ручьём. Я вылила. Представляете, пока дождь шёл, вот сколько налилось. Ну пусть сколько? Минут сорок, наверное, шёл, да, Юра? Крышу в этой Девногорской пятиэтажке перекрывают третий раз за 30-летнюю историю. Первые два ремонта оказались халтурой. Жители надеялись, что хоть третий раз окажется удачным. Но подрядчик затянулся сроками. Работу должны были сдать ещё 26 июня. И вот результат. 77 квартир из 88 оказались затоплены. До рабочих дозвониться вовремя не смогли. Крышу закрывали полиэтиленом самостоятельно. Затем три дня сидели без света. В фонде капитального ремонта успокаивают. Подрядчик должен возместить жителям весь ущерб. Его ответственность была застрахована, и он получит деньги от страховой компании. При этом мы не выплачиваем подрядной организации средства за выполненные работы до того момента, пока не будет ясности по всем квартирам. Где провели ремонт и возместили денежные средства, собственники предоставляют нам информацию, что они не имеют претензий к этой подрядной организации. Здесь просто полы намокли, но они подсохнуты, они тоже все сбудутся. Сейчас намокли, но который раз капают везде, обои отходят. Подсчитать точный ущерб Андрей Чернявский пока не берётся. Но понятно, что ремонт влетит в копеечку. Поговорил с подрядчиком, и разговор его не обнадёжил. Придётся идти в суд. Квартиру семьи Сипченок спасает только натяжной потолок. Они бы совсем не заметили паводка, но соседка снизу забила тревогу. Их подъезду в прошлое воскресенье повезло. Строители не успели разобрать над ними кровлю. Заливало соседей. Но вот и до них дошла очередь. А видимо дальше открыли сейчас крышу. Они же ремонтируют, меняют кровлю. Вот теперь над нами открыли. Я утром вышел, вот лестница, всё потоки. Всего в крае сейчас ремонт с полной или частичной разборкой крыши идёт на 138 домах. Из них 38 зданий в зоне риска быть затопленными. Пока пострадали немногие. В Красноярске таких домов оказалось 6. В городе за капитальный ремонт с этого года отвечают местные чиновники. Они солидарны с фондом капремонта в том, что рабочим не заплатят ни копейки, пока ущерб не будет устранён полностью. И подготовили памятку для жителей пострадавших домов. С людьми проведены встречи. Людям всё разъяснило, пошагово всё объяснило. Сегодня как раз среда, сегодня до 20 часов должны по каждой квартире быть составлены акты осмотра, которые будут уходить на стоповой контракт. Жители Девногорской пятиэтажки пока в замешательстве. Подрядчик не спешит идти на контакт. Сегодня осмотрели и заактировали только 7 квартир. Мы никак не можем найти общий язык с подрядчиком, для того, чтобы нам оперативно сработать именно по составлению актов. Так как у подрядчика то нет времени, то нет желания, я не знаю. Для того, чтобы нам сейчас заактировать такой объём, необходимо как минимум 2 недели непрерывной работы. Пока в пострадавшем доме включили отопление, чтобы хоть как-то просушить квартиры и межпанельные швы. На крыше сегодня трудится всего четверо рабочих. Дмитрий Пименов, Андрей Ткачук, Афонтова новости.